С точки зрения продукта мы очень много работаем на ДТП, я вам уже проговорила, но и в целом мы хотим быть такой экосистемой для развития человека, то есть не просто набором курсов, а давайте какие-то сервисы человеку. Сейчас, например, нам очень интересно помогать людям учиться критически мыслить, чтобы русские люди все-таки понимали, что их жизнь во многом зависит от них, и ты сам являешься строителем своей судьбы, и ты можешь критически относиться к тому, что ты слышишь из разных источников информации, и это реально очень важно. Такие штуки мы в свои курсы тоже вставляем, такие траектории у нас тоже есть, мы считаем, что это тоже важно для развития человека. Ну и работа с инновациями для нас это супер важная история, потому что мы работаем на рынке, который развивается постоянно, которым все время из зоны неизвестности, и здесь, конечно, нужно учиться работать с этой серой зоной, все время делать то, что ты делать не умеешь, учиться ошибаться и к этому нормально относиться. В прошлом году, допустим, мы потеряли в одной из наших рекламных кампаний 20 миллионов рублей и не получили тех результатов, которые у нас должны были быть. Но мы все сказали, что окей, мы теперь умнее на 20 миллионов, круто, сейчас достигнем больших результатов, и в следующем квартале реально достигли больших результатов. То есть те ошибки, которые мы извлекли, мы использовали для того, чтобы вырасти сильнее, чем могли делать до этого. С точки зрения бренда мы сейчас позиционируемся на таких вот четырех штуках, как движение, несогласие, звонкость, неочевидность. То есть мы хотим чуть более быть вызывающими, чем были до этого, ну потому что мы хотим будоражить взрослых реально, хотим вызывать их на эмоцию, хотим влюблять в себя, хотим, чтобы они оставались с нами. Ну и не знаю, насколько видели наш ролик, если не видели. Не то, что строчка про стрессоустойчивость в резюме. Не то, что, Леночка, принеси кофе. Видишь, Олег, где мы отчет? Не то, что можно бросить, как твои уроки по вокалу. Не то, что страшно начать в трите, сорок, пятьдесят. Не то, что ты знаешь о себе. Не то, что ты знаешь об обучении. То, что не оставит тебя прежним. Метология. Учим новому тебя. Это наш новый стиль. Мы очень его любим, на самом деле. Прямо очень гордимся им внутри, потому что он соответствует тому, как мы себя чувствуем на этом рынке. Так. Ну что, у меня все. Передаю слово Оле. Два. У нас три блока выступлений. Я слышала, что кто-то говорил, и у него был вопрос. Я думала, может быть, сначала ребятам дать возможность задать вопросы тебе. А потом я расскажу про высшее образование. А если мы успеем, мы еще расскажем про всякие новые фишки, которые мы придумали в конце прошлого года. И готовы рассказать об этом тоже вам. Да, если успеем. А мы вопросы без микрофона будем задавать. Кто-то. Окей. Давай. Я могу повторять свой микрофон для онлайн, если нужно. Ну, ты знаешь, наверное, этот опыт может быть не очень религиозный. Иван Тин может быть сейчас, потому что есть специфика все-таки, как бы, этапа входа в рынок. Допустим, металлогия появилась 11 лет назад. Тогда Юлия Спиридонова, это жена Максима Спиридонова, слователя компании, она придумала тому, что нужно обучать интернет-маркетингу. Сначала это происходило просто в аудиториях. У Юлии просто был курс. Они собирали познакомых своих, собственно, знакомых. Да, там приглашали их на курс. Там было буквально пара преподавателей. Ну, и, собственно, вот таким образом происходили лекции. Дальше это шло по принципу просто единомышленников. Как часто бывает такая первая стадия, когда в тебя инвестируют друзья, там, типа, твои родственники. Вот я забыла, как называется, по-моему, как-то есть название такой аббревиатуры. Вот это было именно таким образом. То есть Максим подключился, стал какой-то свой там нетворк использовать, свою вот эту успешную достаточно деятельность в плане своих подкастов и так далее. То есть у него был какой-то комьюнити. И, то есть первые этапы, они были, это было несколько лет, но это было достаточно такое неспешное, такое естественное, органическое развитие. Затем он стал привлекать уже частных инвесторов. Там возникли уже бизнес-ангелы, да, то есть началась стадия инвестирования в бизнес. В 17-м году он пришел в Север Групп с предложением уже вложить вот Алексею Мардашову свои достаточно более такие большие деньги, потому что рынок стал наполняться деньгами, и стало понятно, что на этом рынке, в принципе, можно показывать более интенсивный рост. То есть я показывала, в 18-м году у нас был 10 миллионов в год доходов. Вот в 18-м году это казалось много, да, но понятно было, что можно реально зарабатывать миллиарды. Вот тогда это стало понятно. И тогда пришел большой инвестор. Если, допустим, последний скиллбокс, скиллбокс взлетал более быстро, потому что он был уже на более разогретом рынке, например, да, то есть там уже вышла недология, уже был гигбрейнс, и скиллбокс уже глядя на те бизнес-модели, которые были, проанализировал эти модели, соответственно, составил какой-то свой уже план с учетом слабости и сильных сторон нашей модели, привлек инвесторов под это дело. И здесь уже пичевать инвесторам гораздо легче, потому что у тебя уже есть рынок, есть уже компания с каким-то успехом, это не просто какой-то новый сегмент, да, инвесторы, в принципе, не любят новые рынки, когда там нет никого. То есть это всегда очень большие риски, потому что ты формируешь спрос своим телом, ну и фактически берешь как бы основную часть работы на себя. И вообще есть такая статистика, что те, кто уходят на рынок вторыми или там третьими, у них процент успеха выше, чем у первых. То есть пионеры обычно гибнут, да, да, а вот все остальные, они вот выше. Вот, ну это то, что касается привлечения инвесторов, но тут надо просто научиться там пичевать на самом деле. И, наверное, даже еще до этого важно понять, что развитие бизнеса большое невозможно без привлечения инвесторов. Вот это тоже очень такое, часто бывает развитие, развилка такая для собственников. В какой-то момент нужно решить, ты хочешь иметь свой маленький свечной заводик, который будет тебя обеспечивать, ну там, своя кофейня какая-нибудь, да, и тебе как бы ок с ней, с этой кофейней ты хочешь с нее зарабатывать, тогда ты можешь оставлять бизнес под собой и просто тихонечко выразовывать жительности дохода. Если ты хочешь большую историю, тебе нужно привлекать инвесторам, должен быть готов, потому что ты размоешь свою долю, да, что ты выйдешь из этого бизнеса когда-нибудь, как, собственно, произошло с Максимом, да, потому что через 5 лет он вышел из бизнеса, продав полностью его, и будешь заниматься уже чем-то другим. Но предприниматели часто выходят из бизнесов, потому что они предприниматели, потому что они сделали одно, одного ребенка родили, да, им хочется второго ребенка, там, третьего ребенка, четвертого. Сейчас очень многие продают бизнес в России, открывают бизнесы в Индонезии, в Индии, в Бразилии, там, в Атаме очень популярны сейчас направления. То есть в целом это нормальная такая жизненная стадия на пути каждого инвестора. Ответила или еще? Уточнить. Слушай, у нас вот 70% сейчас получается. Но там нужно еще смотреть на период. Вот в течение 6 месяцев после окончания программы 70% тех, кто хотел трудоустроиться, они трудоустраиваются. Тут невозможно дать гарантии. Некоторые школы говорят о гарантиях, но фактически это не гарантия никакая. Да, поэтому гарантии дать вообще невозможно никак. 70%, да. Для назовек тут просто дашь, как важно, какая история, что если ты, допустим, выучился и трудоустроился, ты своему другу тоже расскажешь, слушай, нормальная школа, нормально учат, типа я нашел работу. Мы снимаем истории выпускников наших, рассказываем достаточно активно о том, какой путь они вообще проходят. Вот таким образом делимся. То есть не гарантия, мы со своей стороны помогаем. Мы обучаем людей, там, не знаю, как резюме писать, как собеседование проходить, тренируемся вместе с ними, вот этими вещами занимаемся. Но гарантировать мы не можем просто, потому что здесь очень большая составляющая тебя лично. Да, то есть ты сам можешь просто личностно быть очень специфическим человеком, например, или не хотеть, там, не знаю, иметь какие-то завышенные ожидания, допустим, от вакансии. Такое тоже бывает. И мы здесь не можем за тебя там гарантировать и протаскивать тебя вот в новое место работы. Это невозможно. Ну, точнее, коммерчески невозможно, скажем так. Взаимодействует. Взаимодействует. У нас, да, у нас, тут просто, поскольку у нас большое количество выпускников, там очень разные паттерны поведения самого. У нас есть работодатели, которые прям приходят к нам и говорят, когда у вас там выпуск такого-то курса, мы хотим на защиту дипломов прийти, по-выбирать себе студентов. У нас есть стажировки прямо в процессе обучения. Это в высшем образовании тоже такая история, например, есть у нас. Когда во время обучения ты проходишь стажировку в конкретной компании и можешь получить оффер уже в процессе работы и в процессе обучения. У нас есть студенты, которые сами находят работу в процессе обучения. То есть такие тоже есть. Есть люди, которым нужна помощь. Это обычно те, кто как раз не может трудоустроиться, не чувствует себя в собственных силах. Они, конечно, приходят в сайте развития карьеры, получают какое-то индивидуальное сопровождение. И еще очень важно, что наши все программы, они очень сильно стыкованы с рынком труда, потому что мы не запускаем новую программу, пока мы не сходили на рынок труда, не увидели, что эта программа высокий спрос, не поняли, какие компетенции нужны. Только под это проектируются программы. И когда студенты выпускаются и начинают трудоустраиваться, Центр развития карьеры следит. А насколько они хорошо обучены? А работатель доволен? Вот мы сейчас на Headhunter часто очень видим слова, что диплом металлоги является преимуществом. Для нас это молодцы, значит. То есть если бы первый год нас игнорировали, все еще на протяжении лет, значит, нет, не молодцы. А так мы видим, что рынок смещается. И для нас это суперважно, потому что наши, мы появились, то есть были вузы, СПО, школы, не было никакого онлайн образования. Мы появились именно потому, что есть гэп между тем, что дает фундаментальное образование вуз и тем, что происходит на рынке труда, на котором каждый год в диджитал составляющей куча изменений. Просто куча инструмента меняются, подходы меняются с очень большой скоростью. Ты не можешь каждый раз возвращаться в вуз и заканчивать снова магистратуру. Просто ты не успеешь ничего в своей жизни тогда. Тебе нужно как-то быстро прокачиваться, быстро менять вектор. Вот мы как раз про скорость. И для этого нам нужен обязательно этот мэч с рынком труда. У нас их очень много. Реально. Это в основном, кстати, у нас есть и крупные компании, безусловно, типа там МТС, например, какого-нибудь там Сбера, того же Яндекса. На самом деле почти все. Но большая часть сейчас и таких самых благодарных работателей это среднего и небольшого такого уровня, потому что им сложно рекрутировать людей с рынка, потому что к ним никто не хочет идти, потому что никто не знает. Ну все знают Яндекс, все знают Сбер, все хотят туда, да. Кто-то может не знать просто компанию с менее известным названием. Но она может тоже предлагать хорошую культуру, хороший уровень оплаты. То есть вот через нас это чуть легче устраиваться. Большую часть выращиваем своих. У нас есть школы обучения market, и оттуда основной поток методологов, мы берем оттуда, очень рекомендую, на самом деле, убирать себе в том числе. Да, можем стажеров давать. Они очень активно стажируются, да, очень прекрасно это делают, на самом деле. Мы тоже пользуемся активно стажерами в том числе. Мне кажется, методологи у нас появились в году в 19-м. То есть раньше у нас был только продюсер, он же был, собственно, методистом. А сейчас у нас уже есть это разделение продюсер, тот, кто там условно за проект отвечает, методист, тот и за методики. Мы плотно сотрудничаем с вузами в том числе, и стараемся немного общаться про это, потому что у вузов все-таки десятилетие, ну там, смысл, десятилетие ми, и даже, наверное, столетие ми обкатанные методики. И там тоже есть очень большое количество тех подходов, которые нам нужно себе брать, и мы их берем себе активно. Но в том числе переучиваем своих методологов на то, чтобы работать с онлайн-образованием, потому что там есть технологический компонент, и он, конечно, очень специфический. То есть вузы часто не умеют работать, допустим, с цифровым следом студента, то есть не умеют так быстро под это подстраиваться. И вообще в вузах немножко такое отношение к клиенту, что клиент больше, не знаю, там, раб или как-то там, крепостное право, да? Пришел учись, что ты захочешь. А у нас клиент – это клиент. Да, то есть мы под клиента подстраиваемся, мы всеми собираем обратную связь от клиента, если ему что-то сложно, это наша проблема в том числе, да, не только его, что он там что-то не захотел учить. То есть это, конечно, совместная ответственность, но не только его. Если, пожалуйста, вот, если работодатель, это вам, кстати, находится у одного работника будет тепломом высшем образовании, это покончание визуформательской рейтмон, а покончание, словно, покончание в российской металлогии. Работодатель, наверное, с большей вероятностью выберет работника высшему образованию, а не тепломом металлогии. Как вы считаете, сейчас будете рассматривать это пододатель всерьез? Ваш теплом при вот таком вот виде, или высшем образовании? Слушай, тут очень много разных других параметров. Я как человек, который нанимает большое количество сотрудников, на диплом смотрю не в самой первую очередь, честно скажу. Тут, конечно, очень важно, во-первых, личный мэч или не мэч, то есть насколько ты вообще в профиле компании или не в профиле. Очень важен твой опыт. Например, ты только-только закончил ИТМО и ищешь первую свою работу. У тебя профильный диплом, но ты никогда не работал нигде, никем. А другой человек, допустим, не знаю, условно, он 10 лет работал тем же ветеринаром, поскольку мы сегодня его уже вспоминали, потом он получил новую профессию, ему типа 40 лет, условно, но он получил новую профессию, весь опыт работы, он знает вообще, как работать в рабочем коллективе, как выполнять все эти задачи. И вполне возможно, что работарь скажет, мне человек с опытом более зрелый, он для меня более важен. В целом, на рынке есть, если, допустим, мы говорим по программированию, есть такой идеал, что мой идеальный кандидат – это выпускник МФТИ, например. То есть вот это, типа, для меня просто передел мечтаний. Но их на всех не хватает, это раз. Сейчас достаточно сильно вымываются из России большое количество программистов среднего и высокого уровня, потому что они просто переезжают в зарубежные компании, работают. Поэтому рынок все больше разворачивается лицом к этим курсам ДПО, к таким продуктам, как наши. Поэтому я сказала, что вот еще сколько-то лет назад там диплом вот таких школ считался фу-фу-фу. Вообще, что это такое? Какой-то инфобиз? Вообще, что это за шарашки на конторе? Сейчас это не так. Сейчас вот реально на Headhunter мы видим эти строчки. То есть, да, не все компании, далеко не все. И ты можешь пойти в компанию, которая скажет, вообще не понимает, онлайн образование лохотрон какой-то, не буду смотреть. Такое может быть. А может быть, наоборот, это скажет, что класс, там чувак уже в взрослом возрасте получил эту профессию. Может быть и так, и так. А может просто антоличное обаяние поддадутся. Так что здесь нет никакого стопроцентного рецепта абсолютно. Нет стопроцентного вот это лучше, это хуже. И то, и то хорошо. Хорошо, когда есть образование. Вот это хорошо точно. Спасибо. 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 Ну, пытаемся отслеживать это точно. Проблема это есть 100%. Конечно, совершенно очевидно, что она есть. Тут каких-то конкретных, наверное, прям, таких простых советов нет. У нас даже как-то был эксперимент. К нам пришла одна лаборатория, у которых есть такие датчики на голову, которые замеряют сигналы импульса мозга. И мы пытались найти оптимальную длину видео лекций. Вот как бы после какого типа, как ты же 15-20 минут. Вот они уже засыпают или еще нет. И там вообще нет никакой корреляции. То есть один засыпает, другой не засыпает. Там один на этой лекции засыпает, другой на другой засыпает. То есть, ну, как бы нет никакой вот в этом ценности. А у нас может быть чуть легче с этим, потому что все даже вебинары, они в записи. И ты даже если, допустим, уснул на полной лекции, так бывает у нас на одной лекции, реально чувак уснул в кадре, пришлось его отключать. Он же сидит, рот открыл там вот, и еще не очень. Но ты потом можешь пересмотреть, и твоя главная задача какая же? Сделать домашку потом. То есть ты должен разобраться в этом материале и сделать домашку, потому что твоя домашка приближает к тебе уже, ну, вот к окончанию курса, потому что каждый компетент должен освоить. А освоение компетенции – это сдача работы по этой компетенции. То есть для нас вот это вот важно. Поэтому, да, мы следим за тем, насколько длинное видео, но не 15-20 минут, да, все-таки они порядка часа. Насколько сложный материал был. У нас клиенты, допустим, студенты лайкают после, то есть там количество звездочек, они ставят там то или иное количество звездочек, которое было. Если, допустим, количество звездочек низкое, мы приходим и спрашиваем, что такое. Преподаватель бывает скучный, бывает нескучный, например, да, там лекция может быть, структура материала может быть сложной. То есть там никогда нет простого ответа. Там нужно реально идти смотреть, какой у тебя процент студентов там отваливается, не проходит, не смотрит это видео, а дальше идти разбираться, почему. И сложность в том, что иногда ты не знаешь, что с этим делать, потому что у тебя, например, 10 человек, 10 разных причин. И получается, отдать причину, допустим, релевантно для одного человека, оно не релевантно для других девяти. И тебе нужно что-то с этим делать? Наверное, нет. А вторая, вторая причина, и она не релевантно для остальных девяти. Вот такая может быть история. И в таких случаях мы ничего не делаем, потому что продукт очень длинный, очень сложный, и не под каждого ты подстроишься. Но вот эта тема с целью полагания, про которую я сказала, она очень помогает протаскиваться всем, и самим, в том числе и с нашей помощью, сквозь этот процесс. Потому что если я пришел сюда, в ЭТМО, чтобы получить диплом, там, не знаю, такого-то специалиста, потому что я, не знаю, хочу открыть свой бизнес, привлечь инвесторов, не знаю, там, и вот такой-то бизнес, не знаю, стать первой строчкой Forbes, то, наверное, я должен идти по этому пути, всем помню про то, что я вот не знаю, хочу быть первой строчкой Forbes, например. И это помогает мне решать разное, да, где-то я проспал, ничего страшного, можно и проспать, что-то такое вот. Потом нагонишь, в конце концов, есть там важные вещи, есть неважные вещи, это нормальная абсолютно история. Но вот обеспечить свой трекшн по отношению к цели, вот это студентам помогает, то, что мы сейчас видим. Продолжение следует... Ну да, с блогером, ты знаешь, что-то вопрос, конечно, можно сделать 20-50, вопрос, как долго? Ну, это тоже важно, правда. Что касается известных и неизвестных, у нас есть тут такое знание на базе исследований. Если, допустим, мы говорим про получение профессии, люди, которые получают профессию, вот это наш сегмент НЭЛу, мы его так называем, они обычно не знают имен вот в своей специальности, они знают, что они хотят быть и самым менеджером, или, не знаю, там, тестировщиком, или еще кем-то. И они идут за этой конкретной профессией, они не знают лиц, они не знают людей. А вот когда ты уже получила профессию, ты уже начинаешь разбираться в этом рынке. Ты уже начинаешь говорить, так, вот у этого я хочу учиться, а у этого я не хочу учиться. И вот те, кто уже про, вот в профессиональной части, они уже начинают реагировать на имена. И вот здесь как будто бы уже имена будут более важны, да, нежели для НЭЛу. Но это профессионально, если мы говорим. С блогерами мы чаще, конечно, пересекаемся в сегменте такого непрофессионального образования. Они иногда выходят в сегмент профессионального, допустим, вот на ЭТЕХ, на онлайн-методистов там и так далее, одно время там даже киев и так далее запускали свои курсы и почему я сказала как долго то есть первые два-три потока не хорошо набирали со своего комьюнити просто а потом все потому что качество курса такой что не получаешь работа после марки то получаешь поэтому люди потом пойдут на этот маркет они допустим вы даже киева учиться потому что ну немножко другая потом траектория развития после этого курса поэтому здесь опять же важно какая цель если я хочу вдохновиться кем-то надо мне нравится кто-то блогер например да как она там направляет своими чакрами там не знаю я тоже верю в теорию чакр например я тоже готова дать им там 7000 чакрами поправлять дороги бога как бы твоя цель у нас просто цели немножко другие да то есть мы не про чакры мы про трудоустройство про повышение там не знаю твои карьерных возможностей про повышение западность ножка цели другие мы за них отвечаем да там стараемся отвечать от них но тема отстройки конечно периодически встречаются мы постоянно с ней работаем не только с блогерами там и с другими школами это задача маркетинга всегда понять на что бить о чем говорить говорить что вот мы про это но не про это тоже важно подсвечивать вот здесь конечно мы конкуренты с прошлого года конкурент чуть меньше потому что instagram повлиял не лучшим образом на их активности вообще в целом потому что просто ограничил поэтому есть конкурент чуть меньше гид курс у нас почти не встречается в наших опросах то есть мы чаще таки пересекаемся скиллбоксом с яндексом практику на москве гранцем то есть больше таки с нашим сегментом но когда мы выйдем в этот сегмент наверное там будет чаще встречаться будем думать так как к этому тоже рисовать мы в любом случае готовы работать со звездами тоже но для нас очень-очень важно и репутационная составляющая то есть у нас качество продукта важнее чем в моменте сделать большой набор нам все-таки важно чтобы завтра наша репутация не испортилась потому что мы на рынке надолго ну как мы надеемся мбей моя боль мы запустили мбей диджитал запуска мбей был в марте когда к виду за 19 20 ну вот вот этот у нас должен быть первый поток быть оффлайн но мы запустили онлайн окей у нас должен быть преподавательские бриджи приехать у киев перевели онлайн то есть мы два года работали в онлайн формате в прошлом году 24 февраля стало понятно что мы не можем работать больше зарубежными преподавателями точнее не могут работать с нами нам пришлось закрыть для меня это боль потому что это был хороший продукт с хорошей ценой на самом деле с невысокой то есть ценник 10 раз меньше то есть мне кажется был хороший продукт мы были вынуждены закрыть потому что он экономически окупается через несколько лет и в моменте мы не могли нести одновременно затраты на первое высшее образование который тоже нас пока не окупается и на на вот это вот поэтому было вы нужно закрыть но мы закрыли знаешь такой пометкой в бэклок то есть когда-нибудь наверное все таки мы в этом расчехли мы все-таки что-то с ним поделаем это тоже дал менее говорить нет так тоже надо нужно делать сейчас большой вопрос бразилии у нас тоже который не так легко взлетает как нам хотелось бы когда мы поняли что в дни чемпионата мира нет продаж вообще мы так порадовались когда бразилия вылетела из чемпионата и это не единственный наш урок который мы получили вот в ходе тестирования такого достаточно короткого до месяца нас facebook блокировал вообще ничего не могли сделать то есть не могли продвигаться мы два месяца пытались там с разных и пьянов заходить нас все площади площади за российский след ну то есть и может быть через какое-то количество месяцев мы скажем нет ребят не взлетает пока нет так тоже может быть еще один вопрос на здравствуйте подскажите пожалуйста какой формат подачи информации но материала в нетологии наиболее популярен и если место микро ленингу в вашем продукте формат одного нет потому что как я показывал нас есть вебинар они примерно длительностью полтора часа не могут быть они всегда записи ты можешь не приходить на конкретный вебинар потом посмотреть записи студенты многие этим пользуются потому что любят смотреть на скорости полтора вот мне кажется вообще классно было бы большое количество лекторов и университет в том числе смотреть на скорости полтора есть записанные лекции видео естественно тоже что можно нажать на паузу но тут нет просто всего какого то что есть он креды и да то есть есть текст его форма допустим кому-то проще прочитать чем просто прослушать кому-то посмотреть то есть такое что прям какой-то формат был тонка более понятный более скажем так любимый у нет формат должен стыковаться с тем пакетом знаний которые ты хочешь передать допустим программирующего сделали тренажеры потому что программирует актуально на т.е. ты написал код и тебе сразу систему а вот так правильно написал неправильно они тоische троллежда машку при потом проверяет потом тебе присылает да то есть это более сложный формат поэтому программированный и? ножер отлично заходит сейчас зайдут ли они допустим низав дизайне ну нет наверное есть там нужна другая специфика до т.е. разные направления полагают разные форматы будущему конечно мечтаем про персонализированная все траектории то есть я пришла на пергаш я люблю визуально все там не знаю что быстро говорили там не знаю что были за сиреневый цвет и мы тебе все персонализировать наша мечта в принципе мы считаем что это будет возможно потому что мы цифровые час какое-то количество лет не за десятилетия может быть кажется это будет возможно сейчас пока мы к этому очень аккуратно подбираемся тем что хотя бы у нас есть траектория внутри курсы разные для разного уровня входного студентов то есть это может по короткому пути пройти кто-то по более длинном потому что просто разный входной уровень что касается микро ленинга да эта тема тоже есть мы сейчас запустили свое мобильное приложение и там тоже экспериментируем с форматами но в целом вот мне кажется что сам тренд на микро ленинг немножко такой перри раздутый чуть-чуть потому что опять же в каких-то форматах какой-то части твоей траектории это уместно да потому что тебе нужно вот каким-то коротким такими итерациями а где-то тебе это не будет полезно потому что из-за того что бьешь лекцию на большое количество 10 минуток например у тебя прерывается от этого связь и тебе сложнее эти кусочки нанизывать на одну нитку и добавить садишь и сольных проще посмотреть или час чем немножко по 10 минут поэтому это тоже пока больше в зоне таких экспериментов и какого-то очевидного такой простой выводы было это его пока нет здрасте у меня такой прям не скромный вопрос как стать ген-директором металлогии ты хочешь повторить этот путь мне интересно как вы стали и как вообще можно стать ген-директором не только на условно металлогии но и другой цифровой компании до онлайн-школы условно но просто интересно ну я до конца не знаете свою версию расскажу как бы исходя из своего опыта во первых мне кажется что важно иметь какой-то в себе лидерский потенциал потому что есть люди за которыми идут другие люди а если за которыми не идут вот если эту тему углубятся я не очень понимаю почему в одном случае так другом так были у нас на эту тему разные диалоги но в общем опять же простого решения здесь как будто бы нет получается отлично не получается надо подумать что может этим сделать а мой личный опыт говорит о том что если ты берешься за что-то дополнительно ну вот не просто пришел и делаешь там от сих до сих вот моя работа здесь начинается там заканчивая стала ушел дальше хотите меня развивать развивайте а если ты приходишь и говоришь не знаю слушайте тут так прикольным было бы сделать вот это а вы давайте лет тут тут вам что-нибудь по делу давайте вот это вот так вот наладим и когда проявляешь активную позицию обычное руководство смотрит о блин везет давайте на нее больше повысим кажется больше из этого еще везет смотрите-ка давайте еще чуть не дадим и ты постепенно начинаешь продвигаться на разные уровни потому что просто ну вот в моем случае так было всегда собственник бизнеса смотрела говорил сушить а у него есть не за там идеи хорошие есть энергия это делать и за ней люди идут давайте доверим почему нет то есть ты как бы собственным примером показывать что тебе можно доверять ну так собственно и шагаешь ну и не боишься рисковать на самом деле потому что каждый такое заявление допустим себя на какой-то позиции то есть то риск ну надо я считаю что вообще если есть такая возможность вот просто даже какого-то карьерного повышения часто люди размышляют идти не идти страшно только басрусь ты ничего страшного иди все равно но даже с ним получится что-нибудь ну как бы ну ты поймешь по крайней мере течет не получилось одержки то выводы из этого ты станешь умеющим на какое-то количество ошибок спасибо то есть инициатива ответственность энергия стремление вперед до амбиций амбиций куда без них хочу хочу хорошо поджогу я считаю все что ты хочешь все все можно достичь вопрос как быстро и каким сказкой ценой мне кажется просто вопрос так вот так жалко их выпускать давайте еще два в этом 23 вот три руки еще есть давайте вот в общем начну с некоторое вступление как слышно вами да вот в общем ну современные тенденции на самом деле показывают что уже какая-то доля определенная весьма немаленькая современных школьников старшеклассников уже начинает осваивать какие-то профессиональные компетенции ну например возьмем там сферу техническую как минимум найти то есть любой там не знаю уважающийся программист который там потом даже учится в узи как минимум там плюс-минус где-то что-то это какой-то язык знает вот оставшаяся доля ребят соответственно попадают в некий такой вакуум и они ограничены какой-то определенной тройкой предметов экзаменов которым они соответственно там готовится весь единственный класс поступают на какое-то направление которым показалось крутым и потом понимать что как бы это не их поскольку они ну то есть не погружались в эту профессию и на самом деле институт нашего профориентирования он находится на очень ужасном уровне то есть какие там тесты есть это буквально ну то есть не знаю там мне нравится там синий цвет я буду там плавать на судах условно говоря вот и на самом деле как бы вопрос вот такой вопрос предложения на самом деле то есть почему вы фокусируетесь только на взрослых людях когда есть ну вот такой буквально кризис и очень хорошая ниша куда можно просто влететь и сделать это и расширить аудиторию то есть у нас есть короткий ответ потому что нашей группе компании из компания foxword который работает с детьми и у нас пакт о ненападении они занимаются детьми и взрослыми на самом деле твой вопрос не только про детей я хочу сказать что вот то что у нас допустим взрослые меняют профессии во взрослом виде это нормально целом то есть даже с тебя будет это мое личное мнение даже все будут офигительные курсы профориентации ты ты к 18 годам определи что это профессии вообще не факт что в 27 условно ты решишь что ты ошибся с выбором профессии не захочешь попробовать что-то другое это вообще обычная история абсолютно также как условно несколько раз выходить замуж что нормально по современным меркам также менять профессию несколько раз жизни тоже нормально и некоторые люди реально просто с годами постепенно понимают чего не хотят и это норма и сейчас менять профессию часто в течение жизни это норма так можно так можно было можно раньше всю жизнь работали заканчивали вуз всю жизнь там пахали доктором например а сейчас можно поменять пожалуйста есть есть такая возможность не надо этого бояться поэтому в целом вообще профориентационная часть она раскачивается тоже в москве допустим мгл делать много достаточно экспериментов вот всяким профориентирования соусом допустим водила мне понравились те тесты которые они делают тест интервью то есть принципе достаточно неплохие но в целом мне кажется просто мозг человека не так быстро развивается не так однозначен чтобы вот просто с помощью каких-то тестов мы дали простые ответы кем тебе быть тем более что тебя скорее всего в профиле как каждого из нас большое количество разных направлений и туда и сюда и туда и к ну то есть не знаю стеноги нет наверно танцевать не сможешь то как будто очевидно это не факт есть разные примеры на эту тему а все остальное чуть менее очевидно чуть менее понятным поэтому мне кажется лучше пробовать какие-то разные штуки как раз хорошо что есть какие-то короткие форматы не вот этого длинная до этого в учении нам зашел на четыре года вуз хотя я за вузы на самом деле честно и вот мой сын тоже будет поступать я очень за потому что это время тоже там не знаю развиваться учиться думать учиться работать над собой учиться самостоятельно жить это это сам очень важный этап и даже если потом потом захочешь сменить профессию эта база никуда не денется тебя на супер важно очень потому что нормально чтоб раз ориентации работать не идеально она точно будет развиваться но лучше я профориентации то просто пробовать какие-то разные штуки исследует за собой за тем что ты чувствуешь часто спрашивают кем работать где часов станем больше всего нужны специалисты больше всего получают Doyenio 100 концам заходить ты чем хочешь заниматься что нравится я хочу по программистам почему потому что долго получать занимается программирует продывал сайт попробуй если не нравится нет то ли есть потому что есть какие-то другие вещи, которые тебе больше по душе придутся. Я больше за такой подход. Спасибо. Мы еще два вопроса. Нет, один. Вот этот угол. Мы это делаем внутри. Это очень большой вызов, потому что, как я уже сказала, здания всеми устаревают, и за год-два программу приходится почти полностью обновлять. Это всегда дополнительные вложения, ресурсов, дополнительные съемки и все остальное. Это прямо отдельный вызов процессный. У нас внутри, во-первых, у каждого курса есть продюсер, и у этого продюсера задача следить за актуальностью этого курса. Он, в принципе, понимает этот сегмент, он общается со всеми экспертами, которые на этом курсе преподают, он общается через центры развития с карьерой, с компаниями, которые на этом сегменте работают, и его задача следить за тем, набор инструментов, набор подходов, которые должны быть в этом курсе, насколько он меняется. Насчет того, что молоко не молоко, там, знаешь, просто может быть такая история, что у нас это очень частая проблема. Один заходит, говорит, мне так просто, слишком просто учиться, другой заходит, говорит, мне слишком сложно. Из-за того, что люди очень разные, и у них разный уровень знаний по разным совершенно темам, у них отношение к курсам тоже очень может быть разное. И какой-то блок может отлично зайти, а какой-то блок не зайти. Вот у вас в программе наверняка тоже есть любимые преподы, любимые занятия, любимые предметы. А есть, наверное, ну, типа так. Ну, как бы есть, ну, ладно, типа ничего страшного, можно пережить. Везде так бывает. Не бывает такого вуза, или такой школы, онлайн-школы или офлайн, где все идеально вообще, ну, просто все. Там все, ну, какие-то части будут выпадать. Вопрос, закрываешь ли ты свою цель этим курсом, или не закрываешь. Если не закрываешь, там есть какие-то явные провалы, ну, нам студенты пишут об этом, и мы собираем обратную связь из тикет-системы, из нашей, с координаторской, и дальше передаем опять же продюсерам, чтобы они дорабатывали эти курсы и добавляли эти блоки, которые нужны. В последнее время мы чаще убираем какие-то штуки, типа того же Facebook, Instagram, нежели добавляем. Ну, надеюсь, что будем добавлять тоже. Куньфа НБА сейчас китайский придется научить вместо этого, вместо табло. Ну, в общем, короче, это постоянно живая история, это точно большой вызов для вас, в том числе с точки непроцесса управления производством. Это дорогостоящая, сложная процессная история. Делаем только внутри. Вот скажите, пожалуйста, вы уже упомянули, что некоторые образовательные платформы, другие гарантируют, можно прям сказать, трудоустройство после обучения. И, ну, например, вот у Skillbox очень громкие заявления, что мы вернем вам деньги, если у вас не получится в течение какого-то срока. Я хотела спросить, вот как вы здесь думали ли вы над ее реализацией? Ну, реально, как бы, есть ли какие-то подводные камни? Подводных камней-то дофига. На самом деле, эта методика отстройки сейчас уже немножко неактуальна. Вот сейчас на рынке, если зайдешь, посмотришь, более актуальные лендинги, сейчас уже школы-то меньше используют. Года два назад, это было прямо на суперпике, две компании гарантируют трудоустройство, Skillbox и Geekbrains. Каждая компания по-своему решала. У Geekbrains, например, в договоре есть там куча звездочек, ну, то есть мы вам гарантируем, но если там пропусков не больше, чем, там, не знаю, предложение ты не принял, в общем, там 100-500, но, и тогда мы тебе гарантируем. Но ты фактически не можешь сквозь эти но все продраться, то есть фактически ты гарантией воспользоваться не можешь. У Skillbox'а, ну, ну, просто они, не знаю, не всегда обеспечивают трудоустройство, и у них, допустим, достаточно большая судебная практика, то есть много студентов обращается в суды, да, там, и много там негативных отзывов. И в целом репутация Skillbox'а сейчас сказывается не лучшим образом, и сейчас много работы вообще по отмыванию бренда, скажем так, нам это не очень интересно. Мы думали об этом, и как я уже отвечала, мне кажется, невозможно гарантировать трудоустройство, но только если у нас, не знаю, даже если у нас контакт с какой-то компанией, но вот реально к нам приходят, то есть для того, чтобы гарантировать, нам нужно делать отбор на входе, да, то есть нам нужно набирать только тех, кого мы сможем трудоустроить, тогда это вот просто более узкая воронка, скажем так, более высокий ценник даст какой-то гарантии. У нас другой принцип немножко, то есть мы берем массовое, то есть мы берем всех учиться, даже инвалидов, например, да, наша последняя совсем разработка, и мы помогаем трудоустроиться, но мы не даем гарантии. Мы содействуем, мы берем на себя тоже часть работы, но мы не можем точно сказать, тебе устроишься ты или нет. Вот, допустим, по госпрограммам, там условия программы такие, что студент приходит и там учится бесплатно, а государство нам платит только в том случае, если он трудоустроился, например, вот наша какая-то зависимость от этого. Но это мы не всех трудоустраиваем, то есть они не все трудоустраиваются, точнее, и мы понимаем, что так и будет, и в экономику программы закладываем, что это не будет 100%, это нормально. Спасибо вам большое, мне так понравились ваши вопросы вообще. Я надеюсь, я тебе дам еще слово, и ты отвечаешь. Но я чуть-чуть ворвусь, да, расскажу чуть-чуть про высшее образование. И начну с того, что направление высшее образование такой маленький, уже не очень маленький стартап внутри большой нотологии. Мы стартанули осенью 20-го года, и если вот Марьяна нам рассказывала о том, что пандемия негативно повлияла на MBA, и мы вынуждены были его закрыть, то то же самое событие случилось так, что позитивно повлияло на возможность открыть направление высшее образование. Как вы думаете, почему? Вот мы осенью 20-го года пошли, так сказать, в люди, вышли к вузам, и они были очень рады с нами начать почему-то сотрудничать. Они раньше тоже были у нас. А что-то, 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 есть ли вы, что-то, что-то более актуально, как-то, точнее время? Нет, нет. Не связано с программой. Программы у нас были, мы с 11-го года, 11 лет делаем программы, мы понимаем, что мы даем классные профессии, и раньше тоже пытались как-то двигаться в сторону совместных программ с вузами, но не получалось. А осенью 20-го года почему-то получилось. Вот, спасибо. Он не просто появился, все вузы были вынуждены в него неожиданно окунуться с весны 20-го года. И все просто по уши наелись историей про то, как непросто было взять и в один момент из оффлайна всех перевести в онлайн. У кого-то получилось классно, у кого-то получилось вообще плохо, но все увидели, что такой формат возможен, и вдруг открыли двери. И когда мы осенью 20-го года начали ходить в университет и говорить, а давайте сделаем программы, они вдруг сказали, что какая классная идея, мы бы раньше вас на порог не пустили, такие тоже были. Я бы раньше вообще не стала с вами в онлайне встречаться, говорили нам ректора. А сейчас, да, давайте, классная идея, давайте будем делать программы. Это такая маленькая ремарочка на тему того, что все очень бывает, по-разному влияет на одну и ту же компанию, и классно, когда есть у тебя внутри разные направления. В 20-м году мы решили открыть направление высшее образование и сделали две первые программы, затеяли тогда их создание. Одну мы делали с высшей школой экономики, вторую с Ранхикс. Когда мы вообще выходили в это направление, была идея такая, что мы реально умеем учить людей профессиям, и почему бы не выйти на новую аудиторию, на студентов, и не начать учить людей профессиям в формате высшего образования. И сначала мы, честно говоря, думали, что можно будет взять вот наши ДПО-программы, немножечко туда добавить практики, немножечко туда добавить стажировок, немножечко там, не знаю, чего-нибудь еще добавить, и будет классно. Но по факту получилось, что так не работает, ну у нас, по крайней мере, так вообще не сработало, и мы довольно сильно изменили концепцию того, как мы создаем программы высшего образования, поняли, что нам интересно топить за качество, нам интересно работать только с теми вузами, которые ориентированы на то, чтобы делать классные, не знаю, инновационные, суперские программы высшего образования, и с ними мы стали сотрудничать и такие программы делать. И, собственно, вот она наша миссия, помогать людям получать качественное высшее образование, которое практикоориентированное, которое помогает потом студентам найти работу, и которое доступно в любом регионе России. К счастью, есть довольно много вузов в нашей стране, которые эти ценности разделяют. К несчастью, не знаю, к несчастью или не к счастью, но это далеко не все вузы, которые готовы давать практикоориентированные программы. Вот сейчас у нас 9 партнеров, как вы видите, здесь ведущие вузы страны, и в том числе один из наших любимых партнеров это ЭТМО, с которым мы делаем несколько программ. Вопрос, знаете ли вы, какую программу мы уже реализуем с ЭТМО? Спасибо. Кто-то сказал продуктовый дизайн. Да, в прошлом году мы запустили первую магистратуру с ЭТМО в онлайне, она называется продуктовый дизайн. В этом году, осенью 23 года, мы запускаем еще одну программу с ЭТМО. Наверное, про это вы еще никто не знаете. Тогда я про это расскажу позже. Тоже очень интересно. Немножко вам расскажу про то, как мы строим совместные программы. В целом, как я сказала, у нас стартап, наша задача была, когда мы проектировали вот эти вот общие программы высшего образования с ВУЗами, была сделать так, чтобы то лучшее, что есть у НТАЛОГИ, мы в эту программу вложили. И туда же вложили то лучшее, что есть у ВУЗа. И таким образом у нас получилась такая синергия, и мы выдали тот продукт, которого нет на рынке, и который очень интересен студентам. Потому что, с одной стороны, там есть фундаментальность образования ВУЗа, а с другой стороны, там есть практики рынка и вот все те достижения нашего обучения в онлайне, которые мы там за 11 лет наработали. Соответственно, мы все программы делаем в партнерстве. Мы берем на себя 50% примерно дисциплин. ВУЗ дает классных преподавателей, которые готовы работать в онлайне. Они все преподаватели готовы. Ну вот, они таких преподавателей подключают к программе. А мы берем в программу, привлекаем экспертов из бизнеса, которые работают в компаниях и которые студентов учат, собственно, тому, чем они занимаются в своей обычной бизнес-жизне. Дальше мы, ну, тут есть сложные слова про матрицу компетенции, мотивационный дизайн, проектный подход, групповую работу и так далее. В общем, это все штуки, которые нам помогают как раз делать так, чтобы студенты, не помню, кто задавал вопрос, чтобы они не отваливались, а доходили до конца обучения. И мы очень гордимся тем, что у нас отсев очень небольшой. По нашей программе с ЭТМО у нас отвалился один студент за первый семестр. И в целом мы укладываемся в то, чтобы этот отсев был не больше 5% в семестр, а в среднем в вузах это цифра, ну, я не знаю, как по ЭТМО, но так нам говорили цифру 10% нормальная. У нас по продуктовому дизайну она гораздо меньше. И то, о чем рассказывала Мариана, что это обычная магистратура, которая реализуется по очной форме обучения. То есть у студентов есть все преимущества студентов-очников, есть диплом об очной форме образования, есть отсрочки от армии, вот эти вот все преимущества, которые есть у всех, в том числе возможность посещать кампус, ходить в ваш прекрасный каворкинг и так далее. И при этом ты можешь учиться из любой точки мира, у тебя есть возможность смотреть все лекции в записи, в своем режиме, совмещать это с работой, с личной жизнью, со всеми своими другими занятиями, которые у студентов есть. Что Нотология всегда берет на себя? Это вот такая продуктовая история и про договоренности с ВУЗом. Мы на себя берем продвижение. То есть все, что связано с маркетингом, с тем, как мы позиционируем программу, какие у нее есть вот эти вот уникальные торговые предложения, какая наша целевая аудитория. и все, что мы выдаем в рынок, рассказывая о программе, это наша часть. И мы, в общем, отвечаем за то, чтобы программа набрала нужное количество студентов. Дальше, что мы берем на себя всегда, это все, что связано со стажировками и с трудоустройством. И здесь мы в чем-то, может быть, даже немножко глубже работаем, чем большая Нотология, в том, что мы всем студентам, которые хотят, мы организуем практики и стажировки на предприятиях. У нас уже больше 300 с лишним у нас компаний, которые готовы брать наших студентов на стажировки. Студенты всегда получают больше трех предложений о стажировках. Дальше уже получается, он или прошел собеседование, или не прошел собеседование. Уже во многом от него зависит. Но мы все делаем для того, чтобы он его прошел. Готовим режимы, натаскиваем его на собеседованиях и так далее. И мы берем на себя сопровождение. Чего боялись все наши студенты, когда вообще узнали о том, что бывает такая форма, как онлайн-магистратура, того, что им там, во-первых, будет грустно и одиноко, они будут сидеть один на один с компьютером, у них будет мало нетворкинга, никакой коммуникации, и они вообще не смогут себя организовать так, чтобы дойти до конца. И поэтому это то, что мы тоже взяли на себя. У нас работает большая команда координаторов, которые помогают, студентам двигаться по процессу, отвечают на все их вопросы. У нас работают комьюнити-менеджеры, и если студенты заходили сначала и боялись того, что у них не будет коммуникации, то к концу первого семестра они говорят, пожалуйста, можно нам сделать поменьше активности, мы еще и поучиться хотим, а не только вот этой коммуникацией заниматься. И это то, что довольно сильно отличает программы от того, что кажется людям обычным форматом онлайн-обучения. А теперь я вам хочу показать, какие программы мы запускаем в 23-м году, и здесь вы видите две программы СЭТМО, продуктовый дизайн и управление цифровым продуктом, но есть программы и с другими вузами, и в целом мы всего запускаем 8 магистратур и 2 бакалавриата в этом году. И я хотела такой маленький вопрос задать. как вы думаете, вот первые 8 магистратур мы набирали их и в 22-м году, и вот какая из этих профессий набрала максимальное количество студентов? Какая из этих программ, как вы думаете, стала лидером по набору? Финтех-разработчики? Мы очень верили в эту программу, но нет. Неуправление проектом в IT, хотя тема хорошая. Непродуктовый маркетинг, хотя тоже, казалось бы, вроде такая очень популярная профессия, но маркетинг пострадал в этом году очень сильно. Кибербезопасность была вторая программа по набору. Мы тоже считали, что должно быть побольше, но очень хорошо она набрала. Кто сказал вторая? Молодец! Ты победил! Да, у нас больше всего набрала программа управления цифровым продуктом. Оказалось, что на самом деле второй год подряд программа по управлению цифровым продуктом стала самой популярной вообще на рынке онлайн-образования России. Из тех 40 программ, которые набирали в 22-м году, набрала больше всего. У нас там учатся 164 человека. Вторые по набору были кибербезопасность, там было около 70 человек, остальные все чуть-чуть поменьше. И эту программу по управлению цифровым продуктом мы перевезли в ИТМО. Будем на нее делать набор осенью 2023 года. И еще что я хотела сказать вам про эти программы. Здесь, вот если посмотреть на профессии, очень много программ, которых в принципе до того, как мы их сделали, их в высшем образовании на рынке российском не было. И они во многом инновационные. Я могу сейчас опять с вами поиграть. Вот угадайте, какой программы не было вообще до того, как мы ее сделали. Седьмой? Да, седьмая программа Legal Tech, абсолютная инновационная программа. Как появилась идея ее создать, мы придумали, что нужно скрестить юристов и технологии. Ну, типа, все говорят, что это очень востребовано, что юриспруденция будет автоматизироваться, поэтому очень полезно учить людей, которые умеют делать автоматизацию юридических процессов. Очень сложно программа набирала студентов, потому что оказалось, что создавать новую профессию, это такой, как бы, немножко Дон Кихотский поступок, потому что ты приходишь в рынок и говоришь, ребят, ну, надо же учить юристов, которые умеют автоматизировать. А пока вакансии не появилось, там, 100-500 компаний, что вот мы ищем Legal Tech юристов, ну, люди такие, а кем я буду работать? Ты такой, ну, вы же понимаете, технологии в эту сторону идут, это точно будет. А еще рынок не предъявил такой спрос, поэтому вот этой программой мы создаем рынок, создаем спрос. Она очень крутая, очень интересная, ее сейчас везде подсвечивают, что вот есть уникальная программа, но набирать на нее было очень сложно. Но она не одна такая. На самом деле, мы вот немножко в этом смысле, у нас есть программы, которые прям супер популярные, типа продуктов, а есть программы, которые инновационные, и нам там приходится довольно много качать, чтобы они набрали студентов и дальше продолжали свою жизнь прекрасную. А, ну, можно зайти, если хотите, вот себе скопировать вот это все. Два слайда буквально про наши программы. Продуктовый дизайн учит продуктовых дизайнеров. Не буду сейчас уже останавливаться подробнее, наверное, на этой программе, но она классная тем, что, во-первых, профессия сейчас набирает популярность, и она на самом деле это тоже магистратура, которых не было в России. Мы первые, кто сделали, ну, единственные пока, кто сделали магистратуру по продуктовому дизайну. И вторая, которую мы делаем в ИТМО, это программа по цифровым продуктам. Ее мы будем делать третий год подряд. Здесь вот перечислены те эксперты, которые с нами сотрудничают, и те компании, которые предоставляют стажировки. И там мы учим продуктов, там мы учим продукт-менеджеров, продуктовых аналитиков, а также тех ребят, которые хотят основать свои стартапы. Тоже можно, если хотите, скопировать себе QR-код и почитать про программу подробнее. Про высшее образование, наверное, все. Мне можно задать вопрос, если хотите, про высшее образование или про то, как внутри компании запускать стартап и с чем ты сталкиваешься, когда у тебя это получается. То, что онлайн-курсы, это важно, и в принципе онлайн-образование это важно, оказалось проблематично. И как мы увидели на слайде, далеко не все вузы представлены у вас, потому что я могу сказать по своему вузу, остаются староверы, которые действительно им сложно, они очень скептически к этому относятся. Во-первых, у них куча страхов, что у преподавателей, что они могут остаться без работы, вот они сейчас снимут там курс или уйдут в онлайн, и они перестанут быть востребованными среди студентов, что их уволят и так далее. В общем, отсюда сразу это стопорит работу ректората и так далее. И вот у меня вопрос, какие модели сотрудничества между вузами и вами вы считаете наиболее взаимовыгодными? А в каком вузе ты работаешь, если не секрет? Ну, если не хочешь, говори. Ну, я не буду, наверное, говорить, просто скажу, что он хочет десятку вузов. Питер, то есть, ну, это большой вуз. И там задача развивать онлайн-образование, да? Да, это новый проект, мы тоже себе считаем... И вопрос про то, как пробиться через вот эту вот стену непонимания. Скорее даже не в этом вопрос, а в том, что для вузов, ну, какая выгода для вузов и какая модель бы устроила вас, да, чтобы все были довольны максимально. Как вы считаете, какая модель была бы наиболее выгодной? Ну, смотри, для вуза это выход на новую аудиторию, которой он раньше мог не иметь доступа, потому что либо эта аудитория живет в других регионах, либо она работает и не может совмещать работу с очной учебой. Это возможность немножко... Вот есть вот этот страх про то, что преподаватели боятся, что их, значит, заменит искусственный интеллект или человек в экране. На самом деле, она довольно надуманная, потому что ты можешь взять и снять те лекции, которые, например, потоковые или которые повторяются из года в год и их просто записал и показываешь студентам, они смотрят это, когда им удобно, так же, как у наших магистратур. А то, что касается практической работы, семинаров, очных каких-то групповых встреч и каких-то интересных форматов взаимодействия со студентами, ты можешь на это тратить больше времени. То есть ты просто переводишь этих людей в другой формат работы, который позволяет дать студентам более качественный образовательный опыт. И вот мне кажется, если вот именно сопротивление со стороны преподавательского состава, то оно решается вот таким образом, что ты меняешь формат взаимодействия, сохраняя свою почасовую нагрузку. Вот. Как сделать так, чтобы это было интересно нам? Ну, мы заходим как партнеры и делаем программы совместные. Нам интересно, когда мы соучастники, полноценные этого образовательного проекта. Хорошо, тогда еще дополнительный вопрос. А вот когда, на каких условиях ВУЗ, ну, то есть это платно ВУЗ размещает там свою программу, или же это, ну, он бесплатно заходит, может ли курс, не курс, ну, у вас же программа, да, магистрский, не один курс от ВУЗа, правильно понимаю? Вот. А может ли ВУЗ бесплатно разместить свою программу, или же тут уже договоренность другая? Мы не размещаем у себя на платформе просто, ну, то есть у нас не платформа, где все могут разместить курсы. То, что есть у нас, это партнерские программы. Вот я их 10 штук показала. И это основной сейчас формат взаимодействия. Мы думали про то, чтобы работать вот в качестве маркетплейса, но на самом деле их довольно много сейчас уже тех, которые есть, и, ну, мы просто не пошли в этот рынок. Ну, и мне кажется, что, как бы, я знаешь, как бы ты внутри, и ты методист, а вопрос у тебя про то, как дать это, как показать интересность этого, там, не знаю, для нас, например. Ну, нам интересно ввязываться в те программы, которые такие новаторские, классные, которые востребованные, которые обучают профессиям. Мы видим в этом и коммерческий потенциал, и брендовый потенциал, и, ну, нам вот в такое интересно идти. Ну, возможно, есть платформы, которые готовы просто разместить курс и продавать его. Но у меня были бы серьезные вопросы, как это, серьезные требования к тому, чтобы оценить маркетинговый потенциал таких курсов. Вот, как правило, об этом очень мало думают. Ну, да, да, спасибо большое. Да? Да? Хорошо. Давай. Давайте верну этот вопрос. Как ты думаешь, почему в 2022 году просело вообще, просело все обучение маркетинга не только в высшем образовании нотологии, а вообще во всем образовании, в онлайн-образовании, за которое люди готовы платить? Ну, убрали целую кучу инструментов, которыми раньше пользовались маркетологи. У всех появилось сомнение в том, что вообще есть перспектива идти учиться той профессии, которая непонятно, как действует в новых условиях. Новые условия были неопределены, все были в состоянии смятения и побежали учиться на кого? Ну, а идти слишком общее. На кого? На программистов, правильно. Все пошли учиться программированию, потому что это такая профессия, которую легко всем продать, и она международная. Ну, это требует небольшого, так сказать, не знаю, прожития периода какого-то, когда все перестраивается, появляются новые правила игры, и люди готовы опять вернуться в эту тему. Мы набрали маркетинг, но просто меньше, чем хотелось бы. А, да, нам же лучше вопрос. Тогда мы не будем там буквально еще пару слайдов. Я на самую часть информации уже все рассказала, когда на вопросы отвечала. Поэтому главное, что мы все время работаем над продуктом, нет простых ответов, нужно много экспериментировать, не бояться ошибаться и делать то, что любишь. Очень просто все. Так, как генеральный директор, потому что генеральный директор, ну, должны же какие-то быть хоть привилегии, не только ответственности, а обязанности. Я прям очень личные решения. И присужу толстовку тому, кто спросил меня, как стать генеральным директором. Мне кажется, это лучший чит из всех читов таких возможных. Я надеюсь, что у тебя есть мечта стать генеральным директором. И очень желаю тебе им стать, потому что это реально очень круто. Не потому что высокие зарплаты, они не всегда высокие, а просто потому, что у тебя есть возможность менять мир. Очень много власти, и она дает возможность реально делать ту картинку, которая у тебя есть в голове. Это очень круто. Спасибо вам большое. Так, вы мне бы далеко, что я не буду отстанавливаться генеральным директором. Я не против, я же не навечно тут, так что давай. Нет, ну, все же. А мы теперь наконец знаем, как можно было получить толстовку на тологии, потому что у нас их пока еще нет. Даже у меня нет такой толстовки, честно тебе скажу. Мы все пьем все за толстовку на тологии. Можно я скажу? Но для тех, кто не получил сегодня толстовку на тологии, у нас есть маленькие приятные подарочки в виде стикеров, которые вот лежат на том столе. Там же есть наши визиточки, если вы хотите их вдруг взять. И мы вам все это с радостью вручим. Если будете в Москве, у нас нет в Питере офис, у нас в Питере много здесь недоложенных студентов. И студентов много, и сотрудников много, недоложенцев. Но офисов в Питере у нас нет. Но если будете в Москве и захочется прийти к нам в гости, пишите, мы всегда будем рады вас позвать. Да? Спасибо вам, было очень интересно. Спасибо за вопросы. Прям очень было интересно отвечать. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И у нас следующая практика. А вот я вопрос не задал. Только для тебя. Я очень практический. Давай. занимающийся созданием онлайн-курсов, на самом деле онлайн-баклавриат, я делаю курсы для баклавриата. Я просто очень практический, а по статистике, что лучше, может быть, я не знаю, сменился акцент на вот говорящий голова, он будет такой, и был онлайн-баклавриат. Я тут для себя открыл лон-крипт, настолько был интересен качеством и заинтересованным. Это один из немногих курсов, которые дошли до конца. Что может быть? Прямо просто. Прямо просто.